Несмотря на выполнение части работ по ликвидации последствий разрушительного прошлогоднего наводнения в центральной части страны, многим пострадавшим так и не была выплачена компенсация, не восстановлено жилье. Об этом на сегодняшнем круглом столе в медиа-центре заявил координатор штаба гражданского общества Кура Октай Гюлалеев. Он презентовал отчет воздействия наводнений на реках Арас и Кура весной 2010 года на права собственности, разработанной штабом Кура. С мая этого года в штаб Кура поступило 500 жалоб от граждан, чьи дома пришли в непригодное состояние. Жалобы были систематизированы и переданы в МЧС, и на их основе проводится повторная оценка жилья. Кроме того, 70 граждан обратились в суды с исками о восстановлении жилья, и двое из них уже выиграли судебные процессы. В то же время есть проблемы с качеством построенного жилья. В селе Таляшли и Мишлинского района во многих построенных домах возникли трещины, и сложилась аварийная ситуация. Кроме того, в некоторых местах в домах нет обогрева. Компенсации пострадавшим тоже оказались неадекватно реальному ущербу. Так, семьи получили компенсацию в размере от 300 до 1600 монатов. Хотя многие граждане потеряли все имущество – мебель, домашнюю утварь, урожай, домашний скот. Всего 23 211 семьям были выплачены 15 732 854 монатов. Ильхам Амирасланов из села Аскербейли Сверабадского района считает, что наводнение было искусственно спровоцировано потоком воды из Менгечевирского водохранилища, чтобы переселить людей с плодородных землей. Житель села Уладжалы, того же района, Хусейн Агагусейнов, считает, что жителей этой местности наказывают за то, что на президентских выборах они голосовали за оппозиционного лидера Исугамбара. Однако представитель АО «Мелиорация и водное хозяйство» Абдулахман Гаджи отверг от утверждения о том, что наводнение было вызвано умышленно. По его словам, это было стихийное битствие, вызванное весенним половодием на реках Кура и Арас и поднятием грунтовых вод из-за обильных дождей. Он отметил, что осталось построить дамбу длиной в 185 километров вдоль Куры и 70 километров вдоль Араза. Отметим, что несмотря на участие на встрече с сотрудником АО «Мелиорация и водное хозяйство» и Минэкологии, главное ведомство, отвечающее за последствия наводнений МЧС, проигнорировало данное мероприятие.